Лаково станет межрайонным медицинским центром. Для этого предстоит сделать достаточно большой объем работы, и в частности, первое, это укомплектование наших с вами больниц современным оборудованием, и мы в этом году уже это начинаем. Скажу, что по итогам даже наших встреч, которые были у нас с вами в августе, мы сделали уже ряд решений, это было поставлено МРТ, Единственное, КД, как я понимаю, только еще не запустили, у нас главврач здесь, в клинике. А вы когда КД поставили? Поставили 17 декабря. А почему оно еще не работает? Потому что проходят процедуру получения санитарно-эпидемиологического заключения, так как это... Две месячки. Источник ионизирующего излучения, это проводят все измерения. Вы разбирайтесь, я даже слушать это не хочу, знаете, у меня не понимание всегда возникает, вот такие вопросы, понимаете. Вам нужна, вы, управляющая поликлиника, вам дали оборудование, выделили деньги, в декабре его установили, сегодня мы с вами здесь стоим, сегодня 10 марта, но в сегодняшний момент не работаем. Поэтому вам неделя, если нужна моя какая-то помощь или помощь главы, решайте эти вопросы, потому что это неправильно. Присаживайтесь. Значит, помимо этого всего мы приняли решение и уже клинической больнице здесь тоже руководить, я где-то видел, да? Значит, вам ангиограф закупают в этом году, правильно? Да, совершенно верно. Мы ожидаем ангелы, готовимся к ремонту помещений и сразу все будем запускать. А у вас есть кто на нем работает? Да, обучаются два доктора в Москве, есть специалисты, которые уже мы открыли сосульское отделение в конце прошлого года, в преддверии поставки ангиографа, то есть мы готовимся. Хорошо, присаживайтесь, значит, но чтобы было понимание, на сегодняшний момент ангиограф существовал только в Саратове. Это уникальное оборудование, которое позволяет доставать тромбы даже из головы. Единственное, здесь уже встает тема маршрутизации ПЦН, потому что эту операцию проводят вот в эти так называемые золотые 4 часа, когда у человека происходит инсульт или парк. Потому что на сегодняшний момент сердечно-сосудистые заболевания для Балакова остаются проблемами. И вот эти два года для Балакова должны стать решающим в системе здравоохранения. Здесь большая ответственность и на Минздраве, и в частности на главврачи тех районных поликлиники, районных поликлиники, центральных клинических больниц. Потому что за этот период вы должны укомплектоваться всем самым современным оборудованием, для того, чтобы балаковцы имели возможность даже самые сложные анализы получать здесь, самые сложные операции получать здесь. Поэтому на сегодняшний момент программа первичного звена здравоохранения нам позволяет это сделать. И ваша задача, и мы потом с вас это спросим, что понимали, создать этот межрайонный центр на базе вот именно города Балакова, для того, чтобы принимать больных, и Балаковцы была возможность обследоваться по всей программе.